Привет, бизнесмены! Вы на канале Айден и смотрите тот самый проект, цель которого накопить уже на BMW от 2010 года выпуска и просто биты не знать, рассекая на этом автомобиле по улицам своего города. Сложность в том, что BMW нужно успеть купить до 1 июля 2022 года, иначе прощай PlayStation 5. Зарабатываем мы, покупая и продавая автомобили, но вот успехом это дело в последнее время не заканчивается. Поэтому очень тяжело, но все же было принято решение продать мою машину Skoda Fabio, чтобы увеличить оборот нашей перекупской деятельности. Продав Fabio за 365 тысяч, наш бюджет резко увеличился и превратился в приятные 453 тысячи 400 рублей. Как я уже шутил в Телеграме, можно позволить себе уже распильную BMW из Владивостока заказать. Кстати, подобный юмор и эксклюзивный контент только в моем Телеграм-канале, ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь, там иногда розыгрыш еще делаем. Спасибо за поддержку в комментариях, с удовольствием их читаю, ну и в качестве бонуса присылаю рандомным людям по 1000 рублей, как вот этому человеку повезло сегодня. 15 тысяч лайков мы собрали под прошлой серии, огромное вам спасибо за такую активность. Давайте прямо сейчас, ребята, пока выпуск еще не начался, поставим лайк, сделаем кнопку серой, ну и все дела, чтобы было здесь тоже 15 тысяч. Это очень красивая цифра, мне нравится. Вообще, сегодняшняя серия выйти не должна была, так как я половину недели был в своем городе, но я подумал, что не очень будет оставлять вас без ролика, так что сегодня будем работать в ускоренном темпе. Пока я был в Нижнем, Паша поездил по вариантам и посмотрел преимущественно Ланосы, потому что цель этого выпуска покупать уже комфортные иномарки и попробовать на время отойти от этих ведер, которые, честно говоря, мне надоели. Время 12, и мы смотрим вот эту машину, Ланос, он висит за 85, торговали до 75, в принципе, едет она отлично, у нее только передняя подвеска убитая, правый, левый порог гнилой сзади, это можно заделать, и руки по аркам, а так, в принципе, по кузову нормально. Единственная проблема, это с документами, она оформлена на юрлицо, поэтому мы ждем, когда придет хозяин с ДКПшками, с ПТС, и будем смотреть, что там с юрлицом, как ее переоформлять и так далее. В принципе, цена 75, пока что нас устраивает. Но с Ланосами как-то не зашло. Ну что, первая неделя без личного автомобиля, 4-ку забрал себе Паша, передвигаюсь сейчас я на каршеринге. Пользуюсь дельмобилем, потому что каршеринг есть в разных городах, я и в Нижнем Новгороде ездил, и в Питере, и в Москве, нажимаем забронировать, и пойдемте к тачке. Если у вас уже есть права, вот вы их получили, вы уже можете зарегистрироваться в дельмобиле и спокойно ездить. Чтобы дойти до машины, у нас есть 15 минут бесплатного бронирования, можем открывать машину. Самое главное перед началом аренды сделать 4 фотографии в разных плоскостях, я это делаю всегда, на всякий случай. Когда мы приняли автомобиль, можем уже начинать аренду, коробка автомат, все очень комфортно, это не четверг, поэтому я езжу, и в принципе, получается очень дешево. К тому же, если вы еще не зарегистрированы в сервисе, но у вас уже есть водительские права, и вы хотите стать пользователем дельмобиля, я оставлю промокод, это мой личный промокод, вы можете ввести его при регистрации и получить 500 бонусных рублей. Эти бонусы равны обычным рублям, можно тратить до 50% на поездку. То есть, если у нас, например, поездка обошлась в 300 рублей, то заплатите вы 150, а 150 спишется вот от этих 500 бонусных рублей. То есть, в принципе, очень удобно, выгодно. Ой, человек упал. После окончания поездки тоже фотографируем, 4 фотографии, и все зашибись. Едем аккуратно, ничего не нарушаем, это все понятно, машина не наша. Я всегда сторонник того, чтобы к чужому относиться в несколько раз лучше, чем к своему, поэтому и делик, крутая тема. Приложение скачивайте тоже по ссылочке в описании. Все, я поехал, мне пора. Потом, уже встретившись с Пашей, мы начали искать объявления на Авито. И наткнулись вот на такой вариант. Шкода Октавия 99-го года с двигателем 1.8 на автомате, с кожаным салоном и кузовом лифтбэк. Учитывая рынок на Октавии от 200 тысяч, решено выезжать. Она открыта, в принципе. Да, она перекупская. Да, я вижу. Но она турбо и с автоматом. Ну смотри, у нее ДТП. В левый бок, да? Ну ладно, ДТП вот сюда, вперед. В бампере видно констанавливает. Но она не на учете, так скажу. Да? Да. Причем с учета она слетела вчера. Не перекуп? Нет, катались. Вся зашпаклеванная. Это не шпакляет, а антигравит. Несмотря на то, что продавец говорит, что он не перекуп, очевидно, что он перекуп. Работа только здесь габарит один. Только габариты? Фары не предусмотрены в этой консультации. Сзади ни одно ничего не горит. Не, горит. Ничего не горит. Один габарит горит. Нажми на тормоз. Где ближний там? Один стопак. Один стопак, один габарит. Не густо. Да. Из кузова не осталось ничего живого. Мотор демит, но работает плюс-минус ровно. Двери не закрываются, из электрики не работает практически ничего. Даже лампочки, фары и все остальное. Без фар вообще не вариант. Нет, просто двигатель. Двигатель на двух нормальных колесах. Ничего не работает абсолютно. Кроме печки ничего не пашет. Кузов весь покоцанный. Пороги гнилые. На крышу прилетал по ходу капот. Та дверь мениная. В общем, нет никакого смысла такое брать. Далее вылез вот такой Ford Mondeo третьего поколения, рестайлинг 2004 года. По описанию прямо все супер, а торг возможен у капота. Парень сразу признался, что он перекуп. Тут по вложению уже шруста меняется. Сам шруст стоит 2500 евро. А он не вывалится, пока доедем? Нет, я на него уже две недели езжу. Тут и салон приятный, и внешний вид уже как у современного автомобиля. Уже сколько там 45 лет? Из глобальных проблем внешний шруст, который дико хрустит при повороте руля. Заняться им нужно в самое ближайшее время. Еще и чек горит. По ошибкам пропуск на третьих и четвертых цилиндрах. Возможно дело в свечах. Так, временно она хорошо подходит, но просто здесь вопрос в том, что смысл было продавать Фабио, чтобы сейчас вложить, покупать это за 200, еще ставить на учет. Так, ладно, давай, 5 минут. Давайте, давайте. Пацаны, в тачку. Вот я у него удалил ошибки, чтобы посмотреть, загрузятся ли они снова. Короче, 62 километра она едет с ошибками, до этого ошибок нет. Он поменял датчик коленвала и говорит, что ошибка может гореть по датчику коленвала. Это не по датчику коленвала, это ошибка, это ошибка по пропускам зажигания в третьем цилиндре. А он удаст баллон в цвет, в принципе, по кузову, правый порог гнилой, его надо переваривать, либо продавать так. Но, соответственно, цена ниже, если переварить, она будет стоять в рынок. Коцаная, это дверь мятая, я думаю, что можно выпрямить, если достать и, ну, как вантусом это, дернуть. Можно исправить мятину, ее нужно полирнуть, потому что он покрасил так, что там получается такое ребро. Я не знаю, что сказать. Провели мы совещание. За 180 прям забрали бы сейчас. 180? Да, точно не больше. Сейчас надо посоветоваться. Посоветоваться? Не знаю, интересует вас нет. 185, интересно? Конечно, 180 более приятная цена. Блин, не знаю, ребят. Блин, дорого, полфабия. Че, ладно, давай. Да, давай возьмем. 185? Да. По рукам? 185, да. Давайте. У вас есть договор? Что ж, забираем этот автомобиль за 185 тысяч рублей. Самая дорогая покупка за всю историю нашего проекта. Спасибо за подтверждение. Для безопасного проведения перехода подождите 5 минут. Так думаете, за сколько взял? За 100, наверное. Да нет, дешевле, Са. Ну да. 80. 60. Нет, за 100. 100? Да, документы, вот ключ. Подождите, я 35 не докинул. Не, ну в принципе, 50 тысяч тоже нормальная прибыль, я считаю. 105, да? Слушайте, ну мне нравится. Конечно, хрустит шрус при поворотах, но во всем остальном очень комфортабельный. Смотрите, салон. То есть ты не скажешь, что ты сидишь в машине, которая стоит 185 тысяч рублей. Хотя, конечно, этот перекуп, он в итоге оказался, перекуп, но забрал ее за 100. Я вот мечтаю быть тем перекупом, вот как этот, да, который где-то берут за 100 ее и продают за 185. 85 тысяч прибыли. У нас такого ни разу не было. Не знаю, будет ли. А он с четыркой едет, смотрите. С четыркой у нас другая история. Паша от нее в восторге прямо, он ее ощущение хочет сдавать. И он хочет ее отдавать на малярку, чтобы ее красили. Я хочу от нее избавиться, потому что, ну, машина с запретами. И как бы вкладываться в нее не очень хорошо. А еще здесь из минусов я не могу пристегнуться, потому что сломано крепление, надо его тоже менять. Об этом, конечно, сказано не было. Но я как человек, который всегда пристегивается, чувствую себя максимально некомфортно в автомобиле, которому пристегнуться нельзя. А мы решили ехать за еще одним вариантом, который мне прислал подписчик. Это десятка, которую он купил якобы за 54 тысячи, а нам отдает за 56. Хочет заработать 2000 рублей. Весьма странно, но мы едем. По дороге шрус стал хрустеть еще сильнее. И это уже стало ощущаться при езде прямо, а руль сильно бьет. С таким шрусом ездить не рекомендуется. Не рекомендуется. Сейчас в поворот зайдем, и он бьет. Слышишь эти звуки? Еле доехав, принялись осматривать десятку. Сам перекуп? Я? Да не совсем. Ну вот скажи, я перекуп. Ты мне много присылал машин-то. Честно, я ищу себе, ищу точно, но это мне не очень нравится. Живого места тут просто нет. На порогах накладки, под которыми гниль, одно просто вываливается. Восьмиклоп. Ты даже на шестнаде взял? Смотри. Вон там, вот тут все выгнило, аж вот отсюда видно. Ты дорого ее взял, конечно. 54 тысячи она не стоит. Особенно вот там, под этим, под пассажирскими задними сиденьями. Там вообще... Балка отгнила. Приделаны на новые крепления. Такая машина стоит максимум 15 тысяч и то на разборку. Она выглядит неплохо издалека в темноте, потому что покрашена в такой зеленый, темно-зеленый цвет. Это все ее преимущество. Ну и диски стоят очень новые. Только зря потратили время и остатки переднего привода Форда. Чудом просто мы доехали до дома какого-то. И ровно в этот момент, когда мы начали парковаться, все, больше не едет. Мы не начали парковаться, мы просто заезжаем, и шрус такой. Отвалился шрус. Все, больше никуда не едет, ничего не крутится. На Акаде уже сильно начало бить, и я понял, что там он держится просто на соплях. И в итоге вот ехали на аварийке по Акаду, там 40 км в час, и вот здесь по дворах пока руль выкручивали. Но это было понятно, очевидно, поэтому на маленькой скорости и ехали. Так как мы уже записали сервис на завтра, находится он в 200 метрах от текущей геолокации, решили толкать машину сейчас. Это лучшая карза, которую можно придумать только. И очень хорошая нагрузка на икры. Икры. Чтобы вы понимали, я сегодня дома еще не был. Я прилетел и попал сразу сюда. Ну, короче, все, завтра в Евроавто, вот сервис. Уже на 3 я записался на 15.00, раньше не было места. И хотели, чтобы просто диагностировали, ну что в чем проблема. Теперь, видимо, придется и в сервисе ремонтировать. Потому что, ну типа или на трассу везти ее где-то, или вот где-то тут заниматься ремонтом. Плюс лучше ее вообще больше не, пока она не починится, не трогать. Да, посмотрим, сколько там будет замена привода стоить. Привода уже? Ну, замена шруса, но он же привод. Ну да. Не сильно расстраиваемся, потому что в принципе машина хорошая. Но вот эта штука, она и была уже. Хотя мне по движению не очень понравилось. Она и за рулем покаталась. Не, мне вообще кайф, если будет привод, все будет нормально. Я какое-то время, пока она будет продаваться, буду ездить на ней. Пока оставляем ее здесь. И завтра она будет продаваться. Прямо посередине дороги, вот здесь бросаем ее. Да. Заведенную запущу. Заведенную, да. Все равно кто-нибудь уедет? Максимум у Кати. Да, такой бонус. Все, короче, увидимся прямо сейчас, завтра. Проблемы появились новые. Она перестала запускаться. Вчера было все нормально. Сегодня просто не схватывают. А вчера она ездила нормально, заводилась нормально. Предыдущий хозяин, который нам продал машину, он говорил, что менял датчик коленвала. Возможно, просто дело в датчике колена, потому что машина просто не заводится. Не могла же пропасть искра. Может быть, бензонасос не работает, но он работает. Короче, в любом случае сервис там, так что уже вариантов нет. Здесь это форт, на котором пока я езжу, Вероникин. По возможности беру его и езжу. В общем, ребята, это попадос полнейший, потому что сейчас 2 880 за то, чтобы нам считали ошибки. Хотя мы и так бесплатно их считали. Да, короче, дела плохи. Вот сейчас у нас, ну, в течение дня они должны дать ответ, что стоит машина. И они сами ее сейчас отгоняют. Но у нас, в принципе, пока есть время. Может быть, что-то сегодня успеем купить. Мы поедем купить еще пару ведерш. Чтобы полностью деньги уже закончились, и мы наконец-то закрыли этот проект достойно. Пока мониторили объявление, увидели вот такой Ford Focus первого поколения за 150 тысяч рублей. В описании одно слово. Срочно. Созвонившись, продавец сказал, что доставит нам автомобиль. Я вас жду тут. Если что, звоните, я вам номер скину. Впервые владелец автомобиля едет прямо, доставляет свою машину. Так что у нас какой-то сегодня выпуск по Ford. А, собственно, пока сейчас наш Мондео третий в сервисе. Попросили нас временно приютить диван. Диван, кстати, нам оставили. Так что какое-то время мы здесь не сможем чинить автомобили. Кстати, колеса остались тут у нас. И сейчас я вам хочу показать гараж, который находится здесь же. Гараж мечты. Потому что, конечно, вот то, что здесь сейчас, да, здесь, ну, для одного человека более-менее можно работать с одной машиной. И, конечно, это не тот гараж, о котором я мечтал. Я мечтал, чтобы можно было там тусить. Ну, типа, чтобы можно было там находиться постоянно. Две машины загнать. И снимать самое главное. Когда покажем гараж, который, блин, офигенный. Но стоит он, конечно, дорого. Была бы здесь, конечно, яма. Вот точно можно было снять. Такой огромный. Но стоит такой гараж 23 тысячи рублей. Там реально жить можно. То есть там есть вода. Туарет я не знаю. За то, что мы свой граф предоставляем под хранение, у нас достается диван. Я не знаю, что с ним делать. Радиатор и пылесос. Пылесос нужен был, кстати, для машин. Поэтому пылесос крутая тема. Еще колонка. Еще он мне пиво должен. Ну, мы таким, собственно, не промышляем. Я. Короче, позвонили из Евроавто, сказали, что... Короче, там не только с шрусом проблема, а еще и срезала шлицы на приводе, на полуосе. Поэтому нужно менять полуосе, весь привод целиком, вместе с шрусами. Стоит на Евроавто, сказал нам 8 тысяч. Мы, конечно, нашли за 3,5, но сейчас ждем ответа от человека. Есть такое в наличии или нет. Ну, машина не на ходу. Шрус за 3,500 я решил заказать доставкой по городу, чтобы сразу отнести его в сервис. И приехал владелец Форда. Что-что? Вентиляторы на воду? Да-да-да. Продает человек машину сегодня, так как нужно по семейным обстоятельствам срочно ехать домой. Хозяин менял сцепление, в принципе, весьма неплохо обслужил автомобиль, все чеки и прочее у него остались. По кузову есть коррозия на арках, крыло мятое. Трещина на зеркалах, прыгают обороты на холостых, зато есть кондиционер. В итоге торгов договориться удалось на 108 тысяч рублей. Бюджет просто улетает. Вообще. Но надеюсь, что он умножится. Взял. Сегодня день Фордов. Форд 1, Форд 2, Форд сервисе 3. И сделка состоялась, еще и бананы достались в подарок. Кстати, приехал привод для Форда. Не знаю, насколько оно рабочее, но оно стоит в два раза дешевле, чем сказали в сервисе. Все передачи втыкаются, есть кондиционер, между прочим. И он даже работает. И он даже работает. Музыка, все дела. Теперь выгребаем весь ненужный мусор из машины, пылесосим и продуваем воздухом. Далее мойка. Ну что, на мыле, конечно, изумительно она смотрится, когда чистая. Прямо сразу несколько тысяч рублей плюсом. Но есть и то, что бросается в глаза. Это, конечно, арки, пороги гнилые. И в идеале просто серебряная краска, все это покрасить. Но пока не очень хочется здесь баллончиком фигачить. В общем, посмотрим. Сейчас я отфотографировал, выкладываю. Время уже 9 вечера. У нас просто в Питере как бы где вечером здесь очень светло. Поэтому удобно, кстати, сейчас летом. Прям вообще можно хоть до ночи фигачить. Всегда будет светло. Еще есть диск какой-то. Да, мне есть лабинь шоу. С такой приятной музыкой. Музыка, кстати, четыре колонки. Вообще я бы себе. У меня, знаете, каждая машина в этом выпуске практически оставила бы себе. Да, бюджет большой. Жиги мне еще не нравятся. Бюджет большой. А машины у меня сейчас нет своей на постоянке. Я уже присматриваюсь в каждой из них. Думаю, ну можно же еще поехать, поставить на учет, там поездить на ней немножко. Но потом такое, типа, нет. Мандео что-то уже, наверное, продавать нужно. Сейчас его там сделают. Он еще не на ходу, не запускается. Выкладываем в Порт по рыночной цене в 170 тысяч рублей. Объявления выложены и желающих нет, потому что здесь уже другой уровень продажи, другой уровень автомобилей. И не получится сейчас, как раньше, продавать такие дорогие машины день в день. Потому что мы выкладывали, ждали несколько часов, приезжали, отдавали. Теперь цель максимальную прибыль, максимальную выгоду. Пускай машины будут хотя бы неделю стоять. Пытаемся бить по фарам, чтобы они загорелись. По итогам сегодняшнего выпуска мы ничего не продали. Зато дофига всего купили. Там, значит, в сервисе стоит Форд до сих пор. Завтра, может, его вернут здесь. Вот такая ситуация. Ну и, соответственно, четырка тоже пока еще не продается. В оправдание хочу сказать, что на этот выпуск было всего лишь у нас три дня. Потому что до этого я был у себя в городе, Паш был у себя в городе. Поэтому полезные лайвы в какой-то степени. Ставьте лайки обязательно. Ну и в следующий раз, я надеюсь, мы уже будем с какими-то продажами. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все тачки, которые мы продаем. А также вы можете сами выкладывать свои автомобили. Ну, в моем... Пишите в комментариях, как меняются лампочки в задних фонарях. Как-то я не знаю. Да, в моем телеграм-канале весь эксклюзив, лайв-контент и все остальное. Ссылочка будет, конечно же, в описании, друзья. Все. Мы, надеюсь, продадим Ford на неделе. Увидимся с вами в следующую субботу. В этот раз ролик вышел в воскресенье, потому что не успел я смонтировать. Увы. А в среду теперь будут еще ролики про айфоны. По средам возвращаемся в график. Пока!